Лишиться преференции и статуса инвестпроекта может предприятие Леспром ДВ. В Министерстве промышленности края считают, что со взятыми обязательствами компания не справилась. Однако с этими доводами не согласно руководство компании. Чтобы опровергнуть обвинения, лесопромышленники повторно пригласили комиссию на завод. Репортаж Дарьи Небора. Мы с вами находимся на площадке перспективного развития нашего проекта. Сзади меня блок сушильных камер, который был установлен нами, подключен. Директор компании Леспром ДВ демонстрирует гостям установку для высушивания пиломатериалов. Аппарат запущен, внутри камеры древесина. Экскурсию проводят по всем шести цехам предприятия. Руководство заверяет, что все шесть в рабочем состоянии. Леспром ДВ работает с 2011 года. Судя по документам, занимается лесозаготовкой, переработкой и продажей пиломатериалов. В 2011 комплекс включили в список приоритетных. Этот статус позволил без аукционов получать лесные участки в районе поселка Хор. На 50% была снижена стоимость аренды лесосек. Но помимо преференций, есть и обязательства соблюдать план развития предприятия. Впервые нарушение сроков комиссия выявила в апреле. Не изменилась ситуация и через полгода. Стены не было, много вопросов к самим станкам. Станки стояли хаотично, не подключены, никакого производства там не было и быть не могло. Мы ходили и показывали наше предприятие. Однако, так как цеха, все, в том числе и краны, были опечатаны службой судебных приставов, они не могли проникнуть практически ни в одно помещение. Руководство компании настаивает на том, что все идет по плану. Судебные приставы на время опечатывали цеха в наказание за то, что на заводе были обнаружены нелегально трудоустроенные гражданы КНР. Однако убедить экспертов и в этот раз не удается. Уверены, что на лесные участки найдутся более достойные претенденты. Край ничего не потеряет, потому что сейчас мы видели рабочие силы китайцев, то есть я не видел русских. Для края хорошо, когда увеличатся рабочие места, платятся налоги. Компания тем временем подала иск в суд с требованием признать проверку недействительной. Пока не закончатся судебные разбирательства, Минпромторг не сможет исключить Леспром ДВ из списка инвестиционных. Дарья Небора, Илья Васильев, Телеканал «Губерния».